Всем привет! С вами Ирина Якутенко. И сегодня у меня на канале, то есть вот прямо сейчас, происходит премьера новой рубрики под названием «А что случилось?». В ней я буду рассказывать об актуальных событиях, которые либо связаны с наукой, либо требуют для своего объяснения привлечения науки. Соответственно, я буду объяснять, что произошло, и рассказывать, почему это важно, как это влияет на нашу жизнь. И первой новостью в этой рубрике, о которой я хочу рассказать, будет новость об экстремальной жаре, которая установилась во многих регионах Европы. Я расскажу и объясню, почему это не последняя heatwave, так называемая волна тепла, которая есть в Европе. Более того, почему в будущем ученые прогнозируют, что такие волны будут происходить чаще, и они будут жарче. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к объяснению, традиционно хочу попросить всех, кому нравится видео на моем канале, поставить лайк этому видео, поставить лайк другим видео, которые вы смотрите, подписаться на мой канал, ну и, конечно, подписаться на мой Patreon, или на меня на платформе Boosty. Все ссылки есть в описании к этому видео, или в описании канала, потому что новые ролики могут выходить только при помощи вашей поддержки. Итак, экстремальная жара. Она действительно экстремальная. Например, вчера, 19 июля, был поставлен абсолютный температурный рекорд в Великобритании. Днем одна из метеостанций зафиксировала там температуру в 40,3 градуса. Ночью в одном, опять же, из регионов Англии минимальная температура составила почти 26 градусов, что для прохладной Англии с ее домами, не приспособленными к таким температурам, ну, в общем, можно сказать, что это ужас-ужас. Но, с другой стороны, если сравнивать Англию с другими частями Европы, то там еще все ничего. Например, в Испании температура воздуха в последние дни достигала 45 градусов, а в Португалии 47 градусов по Цельсию. Абсолютные температурные рекорды июля были поставлены в Нидерландах. И это не просто рекорды и какие-то удивительные цифры. Сотни людей, уже больше тысячи, вот сегодня с утра я смотрела в новостях, погибли только в Испании и Португалии либо непосредственно от высоких температур, либо от последствий высоких температур, а именно от лесных пожаров, которые распространяются по Англии, что уж как-то совсем нетипично. Да, обычно Англия не ассоциируется у нас с лесными пожарами. Тем не менее, если вы посмотрите новости, вы увидите самые настоящие лесные пожары в Англии, Франции, Греции. И из-за этого страдают не только животные и растения в лесах, но и люди, которые вынуждены сотнями покидать свои дома, многие из которых просто сгорят, то есть им будет некуда возвращаться, и где они будут жить, совершенно непонятно. Плюс дым, который распространяется, даже если дома не сгорят, очень тяжело дышать. Ну, короче, чего объяснять, да, в России мы тоже сталкивались с лесными пожарами и сталкиваемся каждый год. Например, в Сибири ничего хорошего в этом нет. В зоопарках по всей Европе умирают звери, потому что вольеры не приспособлены для такой жары, там нет кондиционеров, и животные, которые изначально были привезены не из жарких стран, но даже и они, кстати, они многие не переживают такой экстремальной жары. Более того, метеорологи предсказывают, что жара сдвигается на северо-восток, так что в ближайшее время температурных рекордов, таких неприятных, стоит ждать и в других европейских регионах. И это не первое лето, когда в Европе долго стоит экстремальная жара. Более того, ученые предупреждают, что это и не последнее лето, когда такое происходит, и дальше будет хуже. То есть heat waves, волны жара, я буду дальше по-английски говорить heat wave или heat waves, по-русски как-то довольно криво звучит. В общем, heat waves будут происходить чаще, а температуры, которые будут устанавливаться во время этих периодов аномальной жары, будут выше. В чем причина происходящего? Ну, наверное, не стоит быть ученым, не нужно быть ученым, чтобы догадаться, что ответ в глобальном потеплении. Но что конкретно происходит? И у ученых есть некоторое количество объяснений, которые помогают понять, почему именно Европа оказывается одним из наиболее пострадавших регионов в плане именно heat waves. Потому что последствия глобального потепления самые разнообразные, но вот именно что касается таких экстремальных волн жара, в Европе они будут происходить чаще, чем во многих других регионах мира. Несмотря на то, что, например, прямо сейчас в Японии и в Китае тоже наблюдаются heat waves, Европа окажется лидером по части этих экстремальных событий. У этого есть некоторое количество причин. И, как очень часто бывает в случае с климатом, эти причины в основном связаны с циркуляцией атмосферы и океана, то есть воздушных и водных потоков, которые так устроены, такие там происходят процессы, что именно Европа оказывается очагом аномальной жары. Нынешние экстремальные температуры, которые установились в Англии и в других регионах Европы, связаны с так называемой областью, изолированной областью низкого барометрического давления. Что это такое? Изолированная область, значит, она от чего-то изолирована, от чего-то отсечена. И отсечена она от так называемых струйных течений. Струйные течения – это такие гигантские потоки воздуха, которые на больших высотах текут в атмосфере планеты. Ну, так же, как в океане у нас есть течение. Ну, все слышали про Гальфстрим, например, да, но есть множество других разных течений. Вот струйные потоки – это такие мощные течения только в атмосфере. Они тянутся на многие тысячи километров, в ширину они занимают сотни километров, а в высоту могут тянуться на несколько километров. То есть это такие глобальные явления, огромные штуковины, которые окружают нашу планету и представляют собой ветра, да, то есть направленное движение воздуха. И есть области, которые лишены эти, которые эти ветра как бы обтекают. То есть там устанавливается низкое давление из-за того, что там нет таких с большой скоростью двигающихся ветров. И такие зоны низкого давления имеют тенденцию притягивать к себе воздух, ну, потому что у них низкое давление, вокруг высокое давление, да, и по законам физики воздух тянется к области низкого давления. И в данном случае зона низкого давления неуклонно притягивает к себе, то есть в Европу, теплый воздух из Северной Африки. То есть получается, что эта изолированная область низкого давления, она как бы накачивает, работает как помпа, которая тянет внутрь себя, то есть в Европу, горячий воздух из Северной Африки. То есть вот эта вот heatwave, которая сейчас установилась в Европе, это горячий воздух африканских пустынь. Ну хорошо, но heatwaves наблюдались в Европе и раньше. Почему вдруг они стали учащаться? По мнению многих ученых-климатологов, это происходит из-за того, что в последние несколько лет наблюдаются изменения тех самых струйных потоков, о которых мы говорили выше. Я прикреплю ссылку на некоторые из этих исследований к описанию этого видео. Что произошло? Ученые видят, наблюдают и моделируют, что струйные потоки над Европой стали разделяться на две ветви, временно разделяться на две ветви, так что посередине, между этими двумя потоками ветров, остается область слабых ветров высокого давления. И эта область как бы стабилизирует тепло, которое пришло в Европу. Она не дает ему никуда уйти, потому что в этой области ничего не дует. То есть эта область ничто не сдувает из Европы, и в итоге heatwave сохраняется на той или иной территории дольше. Почему струйные потоки раздваиваются, пока до конца непонятно, но и в любом случае это объяснение требует привлечения уже очень сложных климатических моделей, поэтому кто хочет, может посмотреть прикрепленную статью, мы же ограничимся констатацией факта, что такие вещи происходят. Но это не единственная причина, из-за которой в Европе все чаще и все дольше будут наблюдаться heatwaves. Еще одна причина, которая влияет на ухудшение климата в европейских странах, это потепление в Арктике, которое происходит гораздо быстрее, чем в других частях мира. По мере того, как Арктика нагревается и нагревается быстрее, чем другие части мира, разница температур между ней и экватором уменьшается. Это приводит к уменьшению летних ветров, потому что ветра, вот эти воздушные потоки, они тоже связаны с разницей температур. И чем больше разница температур, тем интенсивнее ветер. Соответственно, из-за того, что разница температур становится меньше, Арктика нагревается, ветра становятся менее интенсивными. В результате та или иная погода или там температурная аномалия, которая устанавливается где-то, она сохраняется дольше. Кстати, что интересно, тот же самый процесс уменьшения разницы температур между Арктикой и окружающими территориями из-за потепления Арктики приводит к эпизодам аномальных морозов зимой в России. Помните, несколько лет назад на несколько недель устанавливалась в Москве и других регионах такая аномальная, аномальные холода там, минус 35, которые держались довольно долго. И было принято шутить, типа, ха-ха, где же ваше глобальное потепление? Смотрите, все наоборот, и происходит похолодание. Ну, парадокс в том, что климат это очень сложная штуковина, и процессы, которые в одних регионах Земли приводят к потеплению и глобально приводят к потеплению, в других каких-то локальных местах могут приводить к похолоданию, как, например, вот эти аномальные эпизоды холодов в России. Они связаны, опять же, с тем, что Африка теплее, чем остальные регионы, и в итоге это замедляет так называемый западный перенос. Западный перенос создается перепадом атмосферного давления между тропиками, где высокое давление, и полярными регионами, где более низкое давление. Соответственно, из-за наличия вот этой разницы давлений, в основном у нас дуют западные ветра. Ну, они дуют не с юга на север, а как бы смещены, потому что Земля вращается, поэтому у нас есть как бы поворот ветра. В общем, из-за этой разницы давления у нас имелся так называемый западный перенос. И из-за того, что Африка стала теплеть, соответственно, разница температуры давления уменьшилась, западный перенос ослаб. И в результате арктический холодный воздух может поступать дальше на юг и дольше не уходить. То есть из-за глобального потепления в некоторых регионах, например, в Москве и в других регионах России может устанавливаться вот эти периоды аномальных холодов, когда арктический воздух, Арктика все еще холодная, хотя и теплеет, приходит в Москву условную и держится там несколько недель. Кроме того, есть признаки, что на климат в Европе влияет и будет продолжать влиять, будут продолжать влиять изменения в одном из основных океанских течений так называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. АМОЦ сокращенно, так я и буду дальше говорить. АМОЦ – это одна из основных систем циркуляции океана на Земле. Она перераспределяет тепло на планете и оказывает большое влияние на климат. Вообще на климат оказывают влияние вот эти потоки воздуха и потоки воды, которые обычно мы не замечаем в обычной жизни, поэтому мало чего про них знаем. Но именно они являются предметом изучения климатологов. Несколько лет назад была опубликована статья, в которой с помощью компьютерного моделирования было показано, что ослабление течения из-за потепления, глобального потепления на планете будет вызывать изменения в атмосферной циркуляции, которые в итоге приведут к более засушливому лету в Европе. То есть так на пальцах это объяснять уже не получится, что там происходит, потому что процессы происходят сложные, но моделирование показывает, что из-за того, что вот эта глобальная циркуляция будет замедляться, в Европу будет приходить меньше влаги и будут выше температуры. И действительно другие наблюдения, инструментальные в том числе, показывают, что АМОЦ, вот эта меридиональная опрокидывающая циркуляция, она атлантическая, она действительно замедляется. Однако тут сразу мне могут возразить, что не все так однозначно и что кто-то видит, какие-то наблюдения показывают замедление. Например, в одной работе показано, что с середины 20 века АМОЦ ослабил на 15%. Другие наблюдения не подтверждают этого, потому что эта циркуляция, она огромная, она очень большая, она происходит там на глубине океана, и так просто, там что-то, какие-то процессы на глубине, какие-то связанные процессы на поверхности, и так просто наблюдать, это не получится. Поэтому данные людей, которые наблюдают за этой циркуляцией, немножечко расходятся. Однако, чем дальше, тем больше накапливается данных, которые говорят, что все-таки она ослабляется. И это, возможно, связано не с такими глобальными, циклическими процессами, которые могут приводить к ее ослаблению, а все-таки непосредственно связано с нашей деятельностью, с антропогенным влиянием, с увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере, АМОЦ замедляется не только потому, что у нее какие-то свои естественные циклы, а потому, что мы влияем на происходящее на планете. Я прикреплю к этому видео большую статью на русском языке, где климатолог очень подробно и довольно сложно, я сразу скажу, объясняет, что происходит, но если вы хотите разобраться, то это очень полезная, на мой взгляд, статья, которую можно почитать, чтобы понять, насколько сложны происходящие с климатом процессы, но тем не менее, подведу опять итог, модели показывают, что похоже, что АМОЗ действительно замедляется, если это так, то Европе придется плохо, то есть летом станет жарче, heatwaves будут чаще, и температуры во время heatwaves будут выше. Но это еще не все. Как и в других частях мира, аномальная жара в Европе может повысить вероятность того, что в том районе, где уже однажды была heatwave, скоро произойдет следующая heatwave, потому что в период сильной жары почва высыхает. Когда в почве есть немного влаги, то часть солнечной энергии, у нас все-таки, heatwave из-за того, что солнышко ярко светит, часть энергии уходит на испарение воды. Вода испаряется, это приводит к небольшому охлаждению атмосферы. Если же предыдущая heatwave всю влагу из почвы уже высосала, и для испарения почти ничего не осталось, когда приходит следующая волна горячего воздуха, испаряться уже нечему, и ничего не охлаждает. Воздух, соответственно, последующие волны тепла будут хуже предыдущих из-за того, что у нас отсутствует вот этот вот эффект испаряющейся воды. С другой стороны, парадоксальным образом, на самом деле нет, если мы смотрим на модель, мы видим, что это не парадокс, однако так вот на первый взгляд кажется, что это парадоксально, потепление будет приводить не только к увеличению частоты heatwaves, но и к увеличению ливней и наводнений в других регионах или, возможно, даже в тех же регионах, только в другое время года, потому что изменение климата, оно неизбежно связано с изменением влажности. Ну, мы только что проговорили, да, про почву, что там вода испаряется, но у нас еще и льды испаряются, из-за потепления становится теплее, испаряется Арктика, Антарктика, ледники Гренландии и так далее, вся эта влага оказывается в атмосфере, потом в океане, да, с дождями, в итоге у нас влажность повышается и это может приводить в результате других сложных процессов тому, что в каких-то регионах будут усиливаться осадки, причем как летом в виде дождей, так и зимой. То есть мы видим, что климатические процессы очень сложны, и всякие отдельные явления типа там дождь или heatwave, то есть погодные явления, которые являются, да, такими частными проявлениями климатических изменений, они никогда не происходят по какой-то одной причине, это всегда сочетание факторов. И глобальное потепление, как мы видели, да, из объяснения про heatwave, приводит к тому, что факторы, которые способствуют тому, что heatwave приходит и, например, не уходит, а следующие оказываются хуже предыдущие, сочетаются чаще, чем было бы, если бы у нас на планете было бы холоднее. Что все это означает в практическом смысле? В практическом смысле это означает большие изменения жизни огромного количества людей. И не только, например, очевидные изменения в виде миграции людей из-за того, что поднялся уровень океана, да, льды растаяли, воды в океане стало больше, уровень океана поднялся, и, значит, территория, которые лежат низко над уровнем моря, просто затопила. И люди остались без домов, вынуждены эмигрировать. Да, это такие глобальные последствия. Но и всякие частные проявления, вроде heatwaves, тоже повлекут за собой очень серьезные изменения. Например, уже сейчас очевидно, что heatwaves, которые становятся чаще и будут происходить еще чаще, потребуют радикального, просто глобального пересмотра и переделки всей городской инфраструктуры. Дома, в которых мы тут в Европе все живем, они строились без расчета на heatwaves. Например, я в Берлине живу в старом здании начала 20 века постройки, и, например, здесь запрещено на такие здания вешать кондиционеры на фасады, потому что это, ну, очевидным образом портит фасад. Причем это, кстати, касается и внутренних дворов тоже, то есть не тех, которые выходят на улицу. В итоге у нас сейчас, вот конкретно сейчас, сегодня обещают 37 градусов, но кондиционера у нас нет. Ну, так как здание старое, стены толстые, плюс окна во двор, еще ничего, если закрыть окна и занавесить их, как сейчас вот я сижу с занавешенными и закрытыми окнами, еще можно существовать. Но новые дома как будто специально очень часто строились для того, чтобы в жару в них попросту было невозможно находиться. Например, офисные здания такие красивые из стекла и бетона, у которых эти стеклянные окна занимают всю стену. Никакие кондиционеры не справятся с тем, чтобы охладить такое помещение в случае, если много дней стоит солнечная погода и температуры достигают 40 градусов, как внезапно произошло в Англии. В Англии и других регионах строили такие дома и думать не думали, что такое возможно, такие африканские погоды. Мансарды на крыше, супер дорогое жилье, лофты на последних этажах тоже очень дорогое модное жилье, где там люди живут или какие-то там кафе, выставки происходят. Там воздух прогревается просто физически для опасных для жизни температур. Там невозможно находиться. Многие новые школьные здания, которые тоже построены с большими окнами, в них тоже невозможно детям находиться и даже кондиционер не спасает, потому что эти окна работают как линзы, которые усиливают и без того чудовищную жару. Но даже если повесить там кондиционеры, это будет означать, что эти кондиционеры будут ждать жрать огромное количество электричества. Так уже происходит в странах с изначально жарким климатом, я не знаю, где-нибудь в жарких районах Америки или в Израиле. Там огромное количество кондиционеров, или там Арабские Эмираты, но это все требует огромного количества электричества. А у нас тут мир сломался не только в плане климата, но и вообще, и не только из-за пандемии, а, например, из-за войны. Мы видим, что у нас выросли цены на энергоносители, нас всех призывают экономить, обещают снизить нам температуру батарей зимой. Это означает, и кондиционеры тоже надо использовать меньше летом. А если у нас летом будет происходить хитвейвс, это не очень бьется с недостаточным использованием кондиционеров. В такой ситуации надо переделывать все дома для того, чтобы сделать их более приспособленными для существования в такую жару, потому что во многих домах без кондиционеров такую жару существовать просто невозможно. Я говорила, что в Англии ночью минимальная температура достигала 26 градусов, не очень-то поспишь в 26 градусов, тем более, если еще жарче. Если Европа пыталась справиться со всем этим переходом на альтернативные источники энергии, но пока еще до этого далеко, до такого прям настоящего полного перехода, если этого не делать, то значит придется сжигать больше ископаемого топлива, а это будет означать больше выбросов в атмосферу, что будет усугублять глобальное потепление. То есть мы тут оказываемся в некоторой ситуации Цуксванга, потому что мы не успели перейти на альтернативную энергетику. Та традиционная энергетика, которую мы используем, во-первых, дорогая, во-вторых, ее использование ухудшает ситуацию с глобальным потеплением. Но речь не только о домах. Например, в Великобритании уже были сообщения, что из-за аномальной жары оказались повреждены взлетно-посадочные полосы. Ну то есть они просто тупо асфальт расплавился, если там был не бетон. И сейчас там они срочно что-то там спешно ремонтируют. Погнулись или были повреждены несколько железнодорожных путей, потому что опять же все это строилось во времена, когда никто и не думал, что в Англии и в Европе возможны такие температуры. И, например, министр транспорта британский на днях сказал, что на переоборудовании инфраструктуры, инфраструктурной сети под жару потребуются годы. И это, как мы понимаем, такой оптимистичный прогноз. Скорее всего, потребуется больше. Плюс мы говорили, что изменение климата приводит не только к увеличению heat waves в Европе, частоты и продолжительности, но и к увеличению осадков. Мы видим, что зимой чаще стали наблюдаться снегопады в тех местах, где их обычно не было или они были не такие интенсивные. Ну кто живет в Европе, особенно не в Северной Европе, знает, что любой снегопад немедленно приводит к полному коллапсу, просто все перестает ходить, поезда перестают ходить, автобусы перестают ходить, обледенение, значит, особенно если такая вот где-то около нуля и снегопад, то есть все замерзает, оттаивает, все покрывается льдом, ничего не может ездить и городским службам требуется много-много дней для того, чтобы вернуть, привести график движения транспорта в норму и как-то привести в норму дороги. Так как у нас происходит потепление и увеличение влажности, осадки будут наблюдаться чаще, а значит, преоборудовать надо не только инфраструктуру под летнюю жару, но и инфраструктуру под зимние снегопады, к чему в Европе были совершенно не готовы, а учитывая ситуацию с войной, у нас и так много затрат, теперь придется дополнительно еще выделять какие-то бюджеты на то, чтобы как-то справляться с зимними снегопадами и с летней жарой, чего в планах явно не было. Короче, ничего хорошего в ближайшее время нас не ждет. И что еще дополнительно усугубляет ситуацию в случае с изменением климата, вероятность начать действовать слишком поздно, она даже больше, чем она при ковиде была или при каких-то других заболеваниях, при других инфекционных заболеваниях, потому что климат это огромное, ну, размером с планету и даже больше, да, потому что атмосфера, она как бы еще над поверхностью планеты, очень сложная, очень большая система, у нее огромная так называемая буферная емкость, то есть можно долго, что такое буферная емкость, можно долго как-то негативно пытаться влиять на эту систему, ты что-то делаешь, а ничего не происходит, да, то есть ты думаешь, а, ну все в порядке, значит можно и дальше продолжать это делать, я же не вижу никаких изменений, а это работает буферная емкость, то есть до какой-то степени она позволяет как бы поглощать вот те негативные влияния, которые вы производите, но в какой-то момент случится фазовый переход, да, произойдет точка бифуркации, то есть Буферная емкость закончится, и система скачкообразно может перейти в другое состояние. Как, ну, например, кристалл. Вот вы сыпите соль в воду, сыпите, 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 ничего не происходит, а потом вдруг раз, и одномоментно у вас происходит кристаллизация. Или тоже вода, ничего не происходит, вы греете, 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 а потом она вдруг начинает кипеть и быстро испаряться. Это не совсем то же самое, но, в общем, похоже может произойти с климатом. То есть в какой-то момент, когда нам будет долго казаться, что ничего плохого не происходит, вдруг произойдет что-то очень плохое, и откатить назад не получится, потому что эти изменения накапливались годами, десятилетиями, и откатить систему назад, как минимум для этого потребуется очень много времени, если это вообще возможно. Пасту сложно запихнуть обратно в тюбик, фарш невозможно провернуть назад, и то же самое со сложными системами. Иногда, когда они приходят в другое фазовое, так назовем его, состояние, климатологи, наверное, будут ругаться на меня, но это не климатологический, в данном случае, термин опроса для объяснения, что-то сделать с ней, вернуть ее в то состояние, которое было до, будет уже невозможно. Еще одна сложность, что исследование климата даже сложнее, чем исследование всяких вирусов, хотя и про них мы тоже знаем меньше, чем хотелось бы, потому что климат, как я уже говорила, все эти климатические системы огромные, очень сложные, там работает очень сложная математика, мы не знаем всех факторов, которые влияют на климат, потому что нам сложно чего-то там померить на глубине океана или высоко в атмосфере, поэтому модели не всегда точны, и в любом случае они очень сложны, вот так на пальцах в них их не объяснишь, и с улицы в них не разберешься. Короче, кажется, что все играет против нас, и все факторы играют на то, что все будет плохо, а мы просто ничего не сможем с этим сделать, потому что, а, будет слишком поздно, б, мы нифига не понимаем этих процессов до конца, и нет специалистов, нет исследований, которые могли бы это делать, и для того, чтобы повлиять, у нас не хватит ресурсов, потому что повлиять мы уже обратно в пасту, в тюбик не запихнем, но хотя бы как-то купировать последствия тоже может не хватить денег. Это, конечно, звучит очень печально, но это не значит, что надо сложить лапки и ничего не делать, это значит ровно обратное, это значит, что надо учиться, надо учиться молодым, если вы молодой, что надо не ходить протестовать, типа, эй, правительство, давайте что-нибудь сделаем, а, ну, то есть, конечно, тоже можно это делать, но в свободное от учебы время, потому что для того, чтобы реально влиять на климат, нужно лучше понимать происходящие процессы, для этого нам нужно больше специалистов, нужно больше денег на науку, нужно лоббировать выделение денег не на войну, а на научные исследования, поэтому, в общем, нам всем, особенно если вы молодой, есть чем заняться, потому что вполне может случиться так, что мы будем, пока мы спасаем планету от одного, она погибнет совсем от другого, и спасти ее будет уже невозможно, и мы скачкообразно вернемся, наверное, мы все не умрем, конечно, но мы перейдем совершенно на другой уровень комфорта, откатимся назад, на десятилетия назад, в плане комфорта и цивилизационного устройства, и, короче, жить нам будет всем очень-очень плохо, но пока еще это не так, и можно попытаться повлиять на ситуацию, поэтому читайте про науку, слушайте про науку, учитесь, и, может быть, все вместе мы сможем сделать что-то для того, чтобы этот мир не скатился туда, куда он, кажется, катится. Всем хорошего дня, пока!